Слава Украине, привет всем от Полонского. В очередной раз начудил Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, Господи, прости, выдал очередную порцию. Я хотел употребить слово ахинеи, но я не буду. Это все-таки кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки. Не буду употреблять слово ахинея, не буду употреблять слово бред, бредятина или такое словосочетание, как кучу идиотизма. Знаете, как навалил кучу идиотизма. Нет, нет, нет. Это Трамп. Он мудро изрек. О, мудро изрек. Вот это будет правильно. Да, так вот, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, Дональд, Господи, прости, Трамп, мудро изрек, что Украина проиграла войну, а Зеленский, не Путин, а Зеленский не должен был ее допустить. А теперь, ну вот вдумайтесь, да. Значит, Украина, которая в одиночку воюет с Россией, которая ее в 19 раз больше, плюс еще Северная Корея туда сейчас добавляет, Украина воюет уже, получается, с двумя, уже, говорят, проиграла. А Россия и Северная Корея выиграли. Почему? С точки зрения Трампа. Да потому что он любит. Ким Чи Нэн, вы посмотрите, он когда говорит о Ким Чи Нэне, о Путине, и реже о Си, но вот Ким Чи Нэн и Путин, когда говорит, у него глазки сразу соловеют, у него губка дергается. Вот понимаете, вот такое вот выражение, когда он просто тащится от них. Мне кажется, что если его положить в постель с Ким Чи Нэном, он лопнет от оргазма за одну секунду. Он его так любит, с моей точки зрения, что это вообще. Это ж, понимаете, никто никогда Ромео так Джульетту не любил, как этот самый Путина и Ким Чи Нэна. Господи, прости. Это мне так кажется лично. Может, я ошибаюсь? Нет? По-моему, нет. Бойся первого впечатления, оно правильное. Есть такое вот, да, значит, Зеленский не должен был допустить. Это, знаете, как вот этот уровень идиотизма этого заявления, оно приблизительно на уровне того, что обвинить, например, польское правительство 1939 года в том, что на него напал Гитлер. Абсолютно так же. Таким же образом можно обвинить Советский Союз 22 июня 1941 года, что на него напал Гитлер. Абсолютно так же. Можно обвинить французское правительство 1939 или 1940 года, наверное, да? В 1940 году Гитлер на Францию напал. Что на них напал Гитлер. Ну, конечно, французы были виноваты, а кто же еще? И англичане, с точки зрения Трампа, тоже были бы виноваты в каком-то году тоже, в 1940, в 1939, что на них напал Гитлер и Люфтвафф их начала бомбить. Ну, а кто же еще? Гитлер, что ли, виноват? Нет, с точки зрения Трампа, он не виноват. Ну, это же историческая параллель. Тут ничего невозможно. Это абсолютно такая же ситуация. Понимаете? С кем мы имеем дело? И самое удивительное, что за это, за это еще кто-то голосует. Ну, понятно, в принципе, я тоже понимаю. Смотрите, он обещает всем все. Он обещает всем все. Войну в Украине он обещает за 24 часа прекратить, да. И так далее, и так далее. То есть, что, у тебя жены нет, у нас тебе три жены, да. У тебя мужа нет, у тебя три мужа. А, у тебя денег на что там, на дом не хватает? На тебе три ипотеки. На, три ссуды на голову сразу тебе. Что, не хватает три? Вот тебе будет 23 ссуды. То есть, чувак, понимаете, язык лопата. Вот это как блины подают, да. Представляете, вот как, что такое Трамп? Вот я, кстати, род Трампа. Что мне напоминает, я никогда не мог с ними сообразить. Я вам скажу, что. Когда русских на всяких мероприятиях кормят блинами с лопатой. Вот это язык Трампа, да. Вот что хочешь, то скажу. На тебе, что тебе, блина тебе, вата, на тебе. Лусь только, кинулись, значит, блин с лопатой. Вот это вот Трампа язык. Представьте себе. Это абсолютно одно и то же. Вот такого же рода обещания. Вот такого же рода анализ. Такого же уровня анализ, да. И остается только, знаете, я еще раз говорю. Мне остается только очень сильно удивляться. Просто потому, что расисты не догадались избрать Жириновского президента в свое время. Хотя, да, тоже, вот они были недалеко от этого. Они же, вспомните, ЛДПР у них была самой большой фракцией. Помните в свое время? Вот, да. Но только один раз. Вот. А эти товарищи, вот, хотят его избрать во второй раз. Во второй раз. О чем это говорит? О количестве ваты, это раз. И о, как вам сказать, о уровне людей, о количестве людей без интеллекта и без образования, больше ничего. Видимо, все-таки американцам не мешало бы побольше учиться и как-то быть более образованными. Извините. Но выглядит именно так.